Привет-привет, весы! Меня зовут Макогон Людмила. Сегодня мы рассмотрим события октября месяца для вашего знака Зодиака. Пожалуйста, не забывайте, что это общий прогноз. И для того, чтобы понимать более четкую и ясную картину происходящего, смотрите гороскопы по вашим основным трем знаком Зодиака. По солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Сложив вместе эти прогнозы, вы получите больше подсказок судьбы. И если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Ну а для тех, кто хочет получить ответы на личные вопросы и узнать, что ждет только вас и как использовать эти знания, закажите индивидуальный прогноз. Пишите в WhatsApp или Telegram «Хочу личный прогноз». И я пришлю вам информацию об этой услуге. Итак, друзья, октябрь начинается с солнечного затмения 2-го числа и завершается коридор затмений. Данное событие будет происходить в вашем первом доме гороскопа, в вашем знаке, и дает уникальный шанс изменить свою судьбу, образ жизни и роль, которую вы играете, заново осознать себя. Это возможность пробудить свою уникальность. Если что-то начнет уходить из вашей жизни, разваливаться, значит пришло время для перемен. Лучше сосредоточиться на новых возможностях и зонах роста. Период со 2-го по 10-го октября – это время уравновешивания в отношениях, как в личной жизни, так и в деловом общении. Если в отношениях нет серьезных проблем, этот период принесет перемены к лучшему, новые совместные планы. Но если отношения давно дали трещину, возможен резкий разговор или прекращение отношений. Важно сейчас заниматься собой, и чем меньше у вас будет личных проблем, тем лучше будут складываться взаимоотношения с окружающими. О влиянии коридора затмений для вас, дорогие весы, я рассказала в отдельном видео. Переходите на канал, подписывайтесь и смотрите. А также обязательно делитесь тем, как именно у вас проявились события с 18-го сентября по 2-е октября. 9-го октября Юпитер переходит в ретроградное движение в вашем 9-м доме гороскопа. У вас могут быть захватывающие, творческие, мозговые штурмы или озарения по поводу дальней поездки, которые вы хотите совершить. В любом случае, прислушиваясь к своему чутью, вы найдете способы воплотить в свое видение конкретную реальность в следующем году. Более подробно о ретроградном Юпитере и о том, как он может повлиять на вашу жизнь, я выпущу отдельное видео. Поэтому не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, и тогда вы точно не пропустите его. Ну а мы продолжаем. 12-го октября Плутон переходит в прямое движение в вашем 4-м доме гороскопа. Плутон – планета трансформации. В марте 2023 года он вошел в знак Водолея, а уже 1-го мая попятился назад в ретроградную фазу. Поэтому в марте он мог как бы сделать рекламную паузу того, что ждет вас в ближайшие 20 лет в плане перемен и в целом, что стоит менять в судьбе. Но с мая поставил это на паузу. И, наконец, спустя 5 месяцев ретроградного движения Плутон вновь двигается вперед. С 12-го октября он буквально протолкнет вперед те вопросы и проблемы, которые вы не могли решить за лето. Важно, что в момент затмений Плутон будет находиться в квадратуре к точкам затмений. А значит, любые ситуации с 14-го по 28-го октября будут требовать вас поменять свою внутреннюю структуру и внешний фундамент. Поэтому у многих могут случиться судьбоносные события увольнение, переезд, развод, рождение или зачатие ребенка. Для вас весы, как я уже сказала, он сейчас движется по 4-му дому и продвинет вперед ваши вопросы по недвижимости и место жительства. Если зависла ситуация по покупке или продаже квартиры, то с 12-го октября ситуацию можно будет решать. 13-го октября Меркурий меняет знак и входит в ваш второй дом гороскопа, что усиливает интерес к денежным делам. Мышление становится более практичным. Появляются новые идеи и планы, касающиеся финансовых дел. Покупки, траты, расходы становятся основной темой разговоров. С 13-го числа вы можете начать искать работу или дополнительные источники заработка. В решении денежных проблем могут помочь родственники, соседи, друзья. Поездки в это же время обычно связаны с деньгами или здоровьем. С 17-го октября Венера меняет знак и входит в ваш третий дом гороскопа, что добавит в вашу жизнь больше приятных контактов, романтических знакомств, встреч. Возможно, заочные знакомства, например, по переписке, встречи, интрижки в дороге или любовные отношения с человеком, младшим по возрасту. С 17-го числа возможно, что у вас улучшается отношение с вашим братом или сестрой. Также с 17-го октября у полнолуния, который будет происходить в вашем седьмом доме гороскопа. Полнолуние – это завершение, а седьмой дом – это сектор партнерских отношений. Поэтому возможно, что многие из вас в период с 17-го по 31-го октября будут пересматривать модель ваших отношений. Это может касаться как любовной сферы, так и дружеской, и деловой. В это время приобретите новость, связанную с делами, которые происходят в жизни ваших ключевых партнеров. 22-го октября солнце входит в ваш второй дом гороскопа. На первый план выходит материальный интерес. Вы можете задуматься о новых средствах заработка. Будете искать возможность приумножить свое состояние. С 22-го числа можете приобретать крупные вещи. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Благодарю вас за просмотр. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Не забывайте подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями.